Бэтмен Питчерс представляет Производство Chance in Hell Фильм Сэма Фармера Камиль Кинтон в фильме Оплакивать негодяев В ролях Скокпиллер Эрик Дули Кристофер Джеймс Форест Карен Конзен Виктор Джонс Курт Маккол И Марк Райт А также Марк Попелден Виктор Джеймс Форест Виктор Джеймс Форест Виктор Джеймс Форест Фармер. Шесть месяцев спустя. Шесть месяцев спустя. Шесть месяцев спустя. Не скучай на карантине. Найди сайт 1xbet и зарабатывай прямо сейчас. Получай бонус по промокоду новинка. Добрый вечер, миссис Кейн. У нас два пути. Вы выйдете и выслушаете наше предложение, или... Мы можем зайти. Но если нам придется зайти, тогда... Уже не будет никаких переговоров. Я знал, что она услышит голос разума. Мне вам нечего сказать, парни. Ну и ничего, потому что нам есть что сказать вам. Как я понимаю, старый адвокат евреи предложил вам более чем достойную цену за дом. Я его не продаю. Я слышал. Но как же жаль. Мы бы и дали вам здесь умереть, старушка. Но видите ли, старик слишком размяк. С возрастом. А мы с братьями... Думали, что можем вас убедить. Вы ошибались. Она не хочет. Ничего, мелкий. Мы еще... Не сделали ей встречное предложение. Ты что делаешь? Это контракт. Такой же, который вам показал мистер Розенбург. Мы с братьями вернемся за ним завтра вечером. С подписью. Сделайте, как лучше для вас, дамочка. Возьмите деньги. Пошли, парни. Дадим мисс Кейн шанс все обдумать. О, да. Нож оставьте себе. Если мы завтра придем, а контракта не будет, он может пригодиться. Иurn винов- Розов- Виноват, Ишна- Иска- Иска- Так вы говорите, это всё дело Руквейна? Да, он. Да. А на него совсем не похоже. Это же их следы. Дело в том, что я не вижу тут ничего необычного. Наверное, просто парни решили посмеяться. Кто знает. Ну, мы сделали, что могли. Пожалуй, если мы заметим их у вас на территории, то посадим их на какое-то время. Но эти следы от шин, как вы говорите, от пикапа, на котором они приехали, такие же, как и у вашего. Так кто знает, чьи это следы? Это были они. Докажите. Дать вам совет, мэм. Просто делайте свою работу. По городу ходят слухи, что Билл-старший предложил за этот дом цену. Соглашайтесь. Я его не продам. Да, нам очень жаль слышать о кончине вашего мужа. Но ведь вы женщина в таком возрасте, без мужа. Я не хочу приходить сюда после каждой шуточки подростков. Шуточки? Солидышин? Вандализм? Нарушение владений? Возможно. Это были они. Так, говорите вы. Вы их защищаете. Лучше последите за выражениями, мэм. Я представитель закона. Не скажу это всего один раз. Если вы приукрасите хоть одну деталь, я вернусь сюда и посажу вас задачу ложных показаний. Вам всё ясно? Мэм? В чём дело, мама? Так нельзя. И этот коп всё видел? Джесси нашёл себе жену из Макменов. Он один из них. Мама. Мама, тебе надо пойти к шерифу. Или в прессу. Так же нельзя. У тебя нож. Там наверняка отпечатки. И в контракте имя того старика. Он явно знает, в чём тут дело. Хотя бы переночуй сегодня со мной. Я не оставлю тебя здесь одну. Слышишь? Мама, эти парни не примут твой отказ. Это ведь серьёзно. Мама, ну послушай же меня. Я знаю, что ты скучаешь по папе. Но он не сможет тебя защитить. Одумайся. Это мой дом. Мама, я не знаю. Мама, я не хочу найти это. Мама, я не знаю. Мама, я не знаю. Как это? Мама. Извини. Я сделала эту комнату. И твою комнату тоже. Я не знала. Никто не удосужился спросить. Ни один человек меня не спросил. Мама, быть женщиной не значит быть инвалидом. Запомни это, девочка. Я любила твоего отца. И до сих пор люблю. Но я живу не ради него, а ради себя. Черт, парни, как же вам не везет с женщинами. Пошел ты. Мне надо еще одно пиво. Как раз твоя очередь. Мне тоже. Перемещай. Опять омешай, я так начну жульничать. Бросай это. Да тебе мозгов не хватит. Для этого и не нужно мозгов. Такой тупица не сможет жульничать и не попасться. Надо быть хитрым, а не умным. Меня вот никто не ловил. Так значит, ты все это время жульничал. Он просто тебя выводит, Дерек. Я в курсе. Как говорит папа в играх, половина успеха в психологии, а половина в госпоже удачи. Да, так он говорит. Серьезно? Даже не пробуй такое со мной. Так жульничаешь или нет? Не важно. Нет, важно. Вот что важно. Мы можем поговорить насчет вечера. Тут не о чем говорить. А вот и нет, надо обсудить кучу вещей. Себя терзают какие-то мысли, мелкий. Эта упрямая старая корга не подпишет договор. У нее нет выбора. Да брось, Вейн. Это уже не игры. Чем ты походишь, если она почует, что ты блефуешь? Кто сказал, что я блефую? Так, погоди. Мы же не планируем бить эту женщину. Верно? Планируем? Да. Нет. Ну вот. Или о чем он? Кажется, он хочет сказать, будь что будет, у нас нет плана. То есть, это что, угроза? Это очень похоже на угрозу. Вчера все было нормально, она должна нас послушать. Я понимаю. Но если хочешь еще что-то, пойти дальше, тогда скажи. Я хочу знать планы быть в курсе. Хочу быть готовым. Я ведь уже сказал, никто не должен пострадать. Если мы придем, в контракте будет подпись. Да. А если ее не будет? Она будет. А вдруг не будет? Она пожилая женщина. Всякое случается. А ты обсуждал это с папой? Папа тут ни при чем. Понял. Это между нами. Я понимаю. Но я все же поговорю с папой. Сядь обратно. Я сказал, сядь. Хочешь припугнуть меня, Уэйн? Ты блефуешь. Думаешь? А нет, что ли? Вы идите отсюда. А я поговорю с вашим братцем. Хорошо, папа. Ладно. Ну и что ты планируешь с ним делать? А если бы Дерек не сел, что тогда? Этого мы не узнаем. Да, Ло. Он бы сел. А если бы не сел? Ты б не стал. Ты этого не знаешь. Ты чертов дикарь. Весь в отца. С одной разницей. Да? Вот с какой? У тебя кишка тонка, чтобы пойти до конца. Так значит, ты с парнями достаешь пожилую даму. С ней я делаю, что правильно, вот и все. Нет, дело не в том, что правильно, а что нет. А ты уж точно не здесь. Останемся при своем. Так значит, ты теперь крестоносец. Борешься за верное дело. По одной одинокой вдове за раз. Ты делаешь это потому, что хочешь. Неужели? Твой отец не помешает мне тебя приструнять, понятно? Думаешь, я не знаю свое дело? Мама, взгляни на себя. Угрожаешь стволом своему же брату. Это блеф. Ты блефуешь всю свою сраную жизнь. И все пугаются. А ты так и лезешь в драку. Лишь бы был повод. У тебя впереди целая жизнь. Думаю, что туда не могут прийти рыбу покрупнее. И решить все без тебя. А это женщина. Черт. И я убью от приступ до того, как я допью эту бутылку. Я следила просто в земле, на которой стоит ее дом. Просто дождись. Но это не так. Ты не прав. Значит, вечером выясним. Когда пойдешь туда в полночь и начнешь стучать в ее дверь. И она не ответит. Что тогда? Ты как пистолет. Без патронов. Ну, ладно. Может, она и купится. Ты ведь и так довольно далеко зашел. Эй. Откуда ты знала, что в пистолете нет пуль? Я не знал. И мы просим благословения во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господь не посылает нам испытаний, которых нам не пройти. Спасибо за молитвы, брат Дэвид. Но я пришла не за ними, а за помощью. Может, Господь оставил ответ у тебя под глазами? Молись о прозрении. Приходи сегодня в полночь. А то придется просить его лично. Марша. Твой муж обрел мир с Господом. А я каждый раз смотрю на людей во время службы и не нахожу тебя. И какую бы боль мне не доставляла твоя ситуация, я был рад тебя видеть. И, возможно, Господь послал тебе это испытание, чтобы ты обрела покой. Чтобы вернуть тебя в церковь. Это дом-гробница. И ты заперта в ней. Возьми деньги. Освободи себя. Начни путь по тропе, которую создал для тебя Господь. Спасибо. Пропущенный от Хелен Кейн. Привет, мама, это я. Слушай, Лоретта работает в позднюю смену, Али тратит все деньги на таблетки после того случая. Так что я свободна и думаю зайти на ужин. Ты что скажешь? Да, я знаю, что ты сама можешь за себя постоять, но зачем мы обе будем есть в одиночестве? Ладно, знаю, что ты не слушаешь почту. Но если услышишь, достань лишнюю тарелку, я скоро буду. Возьми дважды. Продолжение следует... 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 а Бог не даст проиграть невиновному. Может быть, ты меня и подстрелила, сука. Но я еще не сдох. Ты не убила меня. Черт. Ладно. Потому что это будет твой суд. Тебя будет судить Господь Всемогущий. И когда пробьет твой час, я буду его гневом. Последний шанс. Собирай кишки своего братца и проваливай из моего дома. Тут полно дверей и окон, миссис Кейн. Нацелиться на все не удастся. Мне не нужно. Просто дождусь, когда следующий дурак засунет свою голову не в ту дырку. Мы оба знаем, что для вас это плохо кончится. Для тебя тоже. Подождите минуту. Если выстрелите, Мелкий поймет, что вы не у той двери. Он зайдет сюда и выстрелит вам в спину. Билли, ни черта не сделает. Вы сами его убьете. Да, кого-то скоро точно убьют. Что ж, тогда больше нечего обсуждать. Тащись сюда. Вы завалили ее? Давай. Давай. Пошли. Ладно. Я выманю её на улицу. Ладно. Наверное, она засела в какую-то из комнат. А если она вылезет в окно? До ближайших соседей 15 минут. Ей некуда пойти. Мы её догоним. Да, я сам её выманю. Знаю. Но послушай. У неё осталось патронов 3-4, не больше. Я зайду со двора. А мелкий будет у головного входа, он никуда не денется. Я не хочу заходить вслепую. Она снова возьмёт меня на мушку. Понимаю. Но поверь. Доверься мне. Ладно. Хорошо. Считай до 20. Что же, сейчас? Ладно. Да, сейчас. Хорошо. Считай до 20. Слух. Плевать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Какого кряна? Мать твою! Что там творится? Проваливайте, или его рожа будет выглядеть так же, как и рука. Если убьёшь его, я... Что ты? Свалишь из дома и заберёшь своего братца? Тогда, пожалуйста. Ты подстрелила моего брата. Мы снесём этот дом с фундаментом. Тебе не спрятаться! Ошибаешься. Два твоих брата истекают кровью. Это тебе здесь не выжить. Так что бери своих коллег и катись к чёрту. Дуэйн! Ни хрена она не сделает! Уверен? Сколько у тебя осталось патронов? Достаточно? Она не шутит! Заткнись! Это уже не переговоры. Либо ты подтолкнёшь пистолет к двери, либо на похоронах твоего брата придётся держать гроб закрытым. У тебя нет выбора! Десять! Она не шутит! Девять! Восемь! Семь! Какого хрена, Уэйн? Шесть! Пять! Ладно! Что, ладно? Не вижу пистолета! Четыре! Обратный отсчёт не остановить до тех пор, пока Билли не бросит сюда чёрта в ствол. Три! Ублюдок, ты ещё не убедился! Задумала убить нас? Пока ещё все живы. Иди забери своего братца. Откуда мне знать, что ты меня не пристрелишь? И не узнаешь. Тогда мы в тупике. Видишь, как он кровью истекает? Ярко-красного цвета. Это артериальная кровь. И она продолжит вытекать из него с каждым ударом сердца, пока оно не перестанет биться. Забери меня отсюда! А мы будем торчать здесь и смотреть, как он умирает. Ладно. Держи пистолет ровно. Я выведу его. Ты! Не обращай на меня внимания. Поднимай его и уходи. Прости. Нет. Тебя подстрелила эта трусиха. Смотри, кого ты трусихой называешь. Дамочка, вы взяли мой пистолет. Я не обязан быть с вами вежливым. Это ещё не конец. Подумай хорошенько. Пристрелишь меня? Да. Как я и сказал. Трусиха. Полночь. Трое мужчин постучались в дверь к женщине, чтобы забрать её землю. Трусливее поступка и не придумаешь. Катя, знаете что? А я передумала. Ты будешь моей страховкой. Простите. Прислонись к стене. Ни за что. Быстро. До самого конца. Дерек, уходи. Хорошо. С удовольствием. Дай мне только пять грёбаных секунд. Если он тебе нужен, пусть за ним приходит шериф. Что мне делать, Уэйн? Иди. Приведи мелкого в порядок. Ты уверена? Иди. Иди. До сегодняшнего дня ты хоть раз стреляла? Возможно. Большая пушка. Чёрт. Я и сам не знаю, сколько бы я смог держать этого сокиного сына. Я бы чертовски устал его держать. Ты прав. Так намного лучше. Отхеллен. Ты в порядке? Я сейчас приеду. Не против, если я закурю? Только не в моём доме. Дамочка, вам грозят проблемы куда серьёзнее, чем дым от сигареты. Закуришь сигарету, и она станет твоей последней. Как долго, по-вашему, это продлится? Дольше, чем надо. Это ещё не конец. Сегодня уж точно. Посмотрим, что шериф скажет по этому поводу. А вы что скажете? Здесь и без слов всё ясно. Упускайте маленький факт. Вы выстрелили первой. В частной собственности. Вы выстрелили в невооружённого человека через закрытую дверь. Вы все мне угрожали. Так не проконает. Джесси нам кое-что рассказал, как старые добрые ребята доставили вам много хлопот. И вы подумали на нас. А как же контракт? А нож? А их никто и не увидит. Джесси об этом позаботится. Хотя, предполагаю, вы ему утром уже всё показали. Он столько хорошего для меня сделал. Да? Забыли, где мы находимся? Кто мой старый друг? До вас никому не будет дела. Вы просто одинокая женщина, заселившаяся на земле, которая ей не принадлежит. Думаете, меня напугать? Моя семья живёт на этой земле со времён войны. гражданской войны, развязавшего агрессию Севера. Вы и ваш мёртвый муж. Вы оба сраные мошенники, претендующие на землю, которая им не принадлежит. Продолжайте. нажмите на курок. Оттяни курок и выстрели. Я не боюсь умереть. Тогда нас двое. Слышишь, Брайан? Десять четыре. Где Уэйн? Внутри. Почему? Приведи его. Можешь идти. Дерек, можешь идти? Можешь ходить? Приведи Уэйна. Уэйн с нами не пойдёт, мелкий. Какого хрена? Она прижала его к стенке. Так, уведи его. У неё пушка. Чё ты ржёшь? Что смешного? Смотри, что она сделала. Иди в жопу, Дерек. Чёрт. Посмотри на меня. Я подыхаю. Но, по крайней мере, у меня всё ещё есть это. А ты что с собой принёс? Дай-ка угадаю. Ни хрена. Тебя внутри не было. Тебя там не было. Заткнись. Неужели всё так сложно? Ты в темноте. Открыл дверь. Наставил ствол. Видишь, что шевельнулось. Бах. И проблемы нет, Дерек. Неужели это так сложно? Неужели это так сложно? Думаешь, мы бы успели это сделать, пока ты здесь истекал кровью? Я до сих пор истекаю. Ты тоже пошёл. И твою сдроченную руку подстрелили. Пока Уэйн сидит там с наставленным, на голову дулом. Ну что, сработал твой план? Не знаю, что делать. Давай звони Джесси. Давай звони Джесси. Пускай приедет. Джесси. Не приедет до тех пор, пока мы не закончим. Таков был план. Ты бестолковый лось. Похоже, у нас нет выбора. Да ладно. Эй! Эй! Прочь с дороги, а то раздоблю. Ладно, только пойдём со мной. Дерек, что ты здесь делаешь? Из-за твоей мамы. Она там мучается. Она ранена. Пойдём со мной. Я вызову врача. Мы уже его вызвали. Кто мы? Твои братки тоже здесь? Твоей маме плохо. Пожалуйста, пойдём со мной. Наверное, они пришли сюда прогнать её. Ты идёшь? Покажи свою грудь. Ты слышал меня, ублюдок? Да что за сраная ночка? Полностью. Я должна убедиться, что ты без пистолета. Боже. Теперь ты пойдёшь со мной, пожалуйста. Штаны. Женщина, что ты только что сказала? Штаны? Штаны. Боже. Оглох? Боже, милостивый. Здесь вообще-то холодно. Ты этого не учитываешь. Меньше уже не станет. Одной рукой. Держись от меня на расстоянии и иди вперёд. И как мне идти в таком виде? Осторожно. Вперёд. Мне щепень от член бьётся. Терпи. Говоришь, Джесси стоит за этим? Да. Мы вообще ни при чём. Не останавливайся. Он не чист, сама знаешь. Иди давай. Лицом вперёд. Иди, сучка. Вот придурок. Посмотри только. Нет. Нет. Ладно. Ладно. Спокойно. Мелкий, одолжи нож. Похоже, шериф так и не заявится. У неё в машине. Не смей меня кусать. Посмотри на мою руку. Смотри на руку. Твоя мать её отстрелила. Направьте на меня пистолет. Вы ведь не знаете, на что я способен. Марша, почему не предупредила, что у нас будет ещё один гость? Я не позабочусь. Они ничего не сделают. Заткнись. Я наблюдаю. Отпусти. Как только вы там закончите, я буду ждать вас. Хватит кусаться. Закройся, иначе я тебя урою. Может, наконец перестанешь целиться в моего брата. Если ты её обидишь, твой брат получит пулю в лоб. Всё к этому идёт, дамочка. Поверьте. Вот твоя футболка. Вовремя ты, брат, спасибо. Я пока прилягу на минутку. Ты правша или левша? Какую руку оставить? Сейчас узнаем. Нет. Хватит. Смотри, что мне твоя мама дала недавно. Тебе повезло, что дала один. Да, что ж, ладно, посмотрим, сколько ты у нас протянешь. Отпусти её, и я позволю ему уйти. Всем вам. Что, простите? Дерек, отпусти её. Ей не на что давить. Не глупи. Я за справедливость. Я не буду. Иди. Давай. Всё хорошо. Видишь? Пусть уходит, пока я не передумал. Мне пора. Отпусти её. Дамочка. Уэйн, либо ты уходишь, либо помогай. Вас понял, миссис Кейн. Просто восстанавливаю связь со старыми знакомыми. А то мы не виделись со времён старшей школы. Ты ведь не помнишь меня, да? А ну и к лучшему. Ты была выпускницей, а я только на первый курс пошёл. Забыл, что я сказала насчёт Курева? Ситуация в корне изменилась, миссис Кейн. Будешь? Всё изменилось. Помню, как ты с сёстрами Морган ходили покурить за стадион. Да, я тебя помню. Богатенький гаванюк. Да, мы с сёстрами Морган курили за стадионом, потому что... То было наследие твоего отца. Знаешь, почему парни из моего курса не избивали тебя до полусмерти? Да потому что твой батя купил им щитки. Правда? Ещё бы. Правда. И чтобы не изменять традиции, я бы бросила тебе в лицо эту сигарету. Хм... Хорошие столовые приборы у вас, миссис Кейн. Острые. Не трожь её. Вам и так нечем торговаться. Слышь, Уэйн. Что-то мне кажется, что мелкому сейчас плохо. Как ты, младший братец? Вы и так меня, скорее всего, закопаете. Пока те двое будут валяться в грязи возле меня. Мы никуда не уйдём. Слыхал? Придётся здесь дольше побыть. Уэйн. Чем мы заняты. Не спускай глаз в двери. Если мамка захочет высунуть свой нос из дома, отстрели его. Ладно. Знаете, миссис Кейн, глядя на этот нож, мне представляется, как вы сидите дома допоздна и смотрите покупки для дома. Я видел всякое. Как кухонными ножами резали то, для чего они не предназначены. Медные трубы, телефонные книги. Сукин сын. Наконец-то вы обратили внимание. Ну и что ты сделаешь, богач? Давай ещё раз. Тебе мало? Квать чёрт. Ну давай. А то я смотрю, мамина дочка. А ты папин набалованный говнюк. Давай, давай ещё раз. Думаешь, не ударю? Вот женщина, уже и не сомневаюсь. Ты бы себе и глотку вскрыла, чтобы ещё раз так сделать. Не так ведь? А ты мне нравишься. Боевая. Иди к чёрту. Ты мне больше нравишься с закрытым ртом. Старик научил нас охотиться. И всегда поручал мне грязную работу. Видишь ли, начинать потрошить надо с нижней части живота. И вспарываешь до грудной клетки, через весь живот. Но не слишком глубоко, чтобы не сильно замараться. А ещё есть слой жира вокруг кишечника. Ты его вытаскиваешь. А в этот момент ты созерцаешь зрелище из наполовину вывалившихся кишок. Осталось только подняться в грудную полость, разрезать пищевод и потянуть. Обычное полевое занятие. Конечно же, с людьми я такого не делал. Дерек, спусти курок. Прости. Прости? Возьми её дробовик. Прости. Прекрати извиняться. Лучше голову включи. Дельный совет. Чё это голова? Чёрт. Дамочка, если у вас вдруг есть ещё, не прячьте. Отпустите её. Я получил, что хотел. А как же Дерек и Мелкий? Что им нужно? Уэйн. Не спускай с неё глаз, у неё оружие. Я хочу выстрелить. И мне плевать, что случится потом. Я хочу выстрелить. Ну ладно. Что ж, полагаю, остался ещё один, верно? Вот он. Подвинь его. Подойди. Дерек стрелять не будет. Сначала покажи мне её. Ну ладно. Хочешь увидеть? Ну вот. Вот и она. Отпусти её. Ну уж нет, пусть хотя бы посмотрит. Так ведь, Уэйн? Даже если придётся вырезать ей веки, я всё равно заставлю её смотреть. Поздно спасаться, миссис Кейн. Но ещё не поздно спасти дочь. Лучшей сделки и не придумаешь. Мам. Как же я наслажусь зрелищем. Готовься, братишка, начинаем. Вот чёрт. Вот чёрт. Как ты мог так облажаться, Дерек? Как ты мог так облажаться? Готовься. Субтитры сделал DimaTorzok Если хочешь застрелить меня следующим, сделай это быстро Одно я знаю точно После этого красавцем уж точно не буду Закончи Только быстро Кажется, не получилось А как же Дерек? А что, Дерек? Ты застрелил его? Застрелил А я не спрашивал, пристрелишь ли ты меня Я просил об этом У меня нет причин убивать тебя, младший братец Если ты не застрелишь Это сделает она Да Сделает Ну же У тебя в руке пистолет Будь мужиком Не могу Господь не простит меня Думаешь, самоубийство Это худшее, за что тебе предстоит ответить? Это вообще наименьшее из твоих забот Пожалуйста Пожалуйста Твоя жизнь и смерть Ко мне отношений не имеет Мне кажется, я не смогу Какой позор Твоя жизнь и смерть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Позвони шерифу Что будешь делать? Ты уже вляпалась по полной Беспокоясь обо мне Пойдем со мной Субтитры создавал DimaTorzok Не скучай на контине Найди сайт 1xbet И зарабатывай прямо сейчас Получай бонус по промокоду Новинка Новинка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... Если сможешь. У меня... Осталось три пули. Можешь выстрелить. Раз. Два. Три. Готовы или нет? Я иду. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Шериф, это Пайл. Я возле резиденции Кейн. У нас чрезвычайная ситуация. Ордер есть? Субтитры сделал DimaTorzok Оплакивать негодяев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok